Каждый муниципалитет островного региона, в том числе и Ахинский, представил на выставке «Сахалинские традиции. Нам есть чем гордиться» свои достижения и традиции. Сегодня в регионе активно идёт голосование за лучшую экспозицию муниципального района. Ахинцы активно поддерживают свой округ, но останавливаться не стоит. Важен каждый голос. Ситуация может измениться в любую минуту. Выставка расположена в Южно-Сахалинске, в историческом парке «Россия. Моя история». Здесь представлены страницы истории, фотохроника и интересные факты всех 18 муниципальных образований области. Проект «Сахалинские традиции. Нам есть чем гордиться» инициирован губернатором Валерием Лемаренко. Он рассказывает об истории и культуре островного региона, развитии ключевых отраслей экономики, достижениях в образовании, медицине, строительстве, социальной политике, туризме и спорте. Каждый район не только организовал выставку, но и ярко представил экспозицию. Лучше, чем Хахинский район, не сделал мифтор. Это не мое мнение. Это мнение всех людей, которые видели эту выставку и видели как раз на неделю активности, в том числе и представителей руководства музея «Россия. Моя история». Ну и, соответственно, руководство области отметили. Мы лично об этом сказал первый заместитель губернатора и сказал всем мэром. Вот это пример. Вот так нужно было делать. Программа о самом северном районе острова продолжалась в течение шести дней. Открыла неделю экспозиция путешествия в мир Нивхов. На ней представили культуру, быт, кухню коренных малочисленных народов Севера. После студенты Ахинского филиала САГУ и работники Дома детства и юношества знакомили посетителей с нефтью. АХ всегда считалась нефтяной столицей Сахалина. Необычную программу подготовили татары Северного Сахалина. На следующий день работала экспозиция «Северный путь» коллектива Ахинской четвертой школы. Завершающими стали патриотические экспозиции. Координаторы движения АХ фронту представили достижения, которые освоили участники движения с начала специальной военной операции. А учащиеся школы номер 7 на своем примере показали, как воспитать патриота России. Сегодня на сайте Музейно-мемориального комплекса «Победа» идет голосование за лучшую экспозицию муниципального района Сахалинской области. Голосовать можно один раз в сутки. Повторное голосование доступно через 24 часа. Голосование продлится до 15 сентября 2024 года. Поэтому у всех желающих есть возможность отдать свой голос.